Продолжение следует... Вот, собственно, зачем это все делается и какая с этого для нас польза большая. Ну, вначале, поскольку у нас серия лекций о птицах, вот верхние этажи классификации птиц, вот такие примерно, под класс древние археоргениты, ну, вымерли. И настоящие ливерохвостые птицы, значит, они распределяются по четырем надотрядам. Первый тоже вымер, зубатые птицы, а вот остальные пока еще существуют. Ну, вот такая схемка, очень простая, примитивная. Она что показывает? Она показывает, что млекопитающие произошли от примитивных рептилий, вот зверозубые, зверозубообразная группа терапсид. Вот, и поэтому млекопитающие, и мы с вами, как представители одного из видов млекопитающих, носим в себе некоторые черты даже от амфибий. Вот, а вот птицы произошли от высокоорганизованной группы, вот в этом месте примерно. Их родственники из современных – это крокодилы, вот, из вымерших – это птерозавры, значит, ящеротазовые, птицетазовые, динозавры. Вот, ну, вот здесь крокодилы показаны, они дожили до наших дней. Ну, еще некоторые группы, вот, экодонтов, которые тоже каким-то образом пытались стать птицами, но не стали ими. Хотя одевались в перья, и вот последнее исследование показывает, что таких веточек эволюционных было довольно много. И перья не для полета использовались, а для других целей, и для сохранения тепла, и для того, чтобы, ну, вероятно, в брачный период какие-то были наряды с перьями, связанные у динозавров. Ну, это вот археоптерикс, ну, так сказать, это давно говорится о том, что вот на его примере видно, как из рептилий получились птицы. Ну, так получается, что сам он вроде бы не является предковой группой для настоящих современных птиц, но он показывает, как это все было, и какие пути эволюция пыталась, какими путями выйти от динозавров и их родственников, значит, к птицам. Ну, здесь я показал некоторые, ой, там она почему-то половину показывает, ну, ладно. Некоторые отряды, основные, что ли, отряды птиц, которые сейчас живут на земле, и прогрессивные черты организации птиц. Вот это такие четыре черты. Это постоянная температура тела, ну, как и млекопитающие, это, как мы говорим, гомоэтерные животные, то есть постоянная температура тела вне зависимости от температуры окружающей среды. Прогрессивное развитие головного мозга, хотя направление его развития пошло, ну, морфологически иными путями, чем у млекопитающих. Кора здесь не играет большой роли, как орган, где, собственно, образуются рефлексы и всевозможные, так сказать, птичьи мысли. Вот там стриатум, это полосатое тело мозга, вот серое вещество перемежается с белым, ну, так сказать, вот таким образом. Ну, способность к полету у многих птиц, у большинства, но есть целый ряд видов, которые утеряли эту способность. Вот целый отряд импенис, это пингвины, которые летают, но летают под водой, то есть используют птицы, и у них киль есть, и мышцы те же, что и летающие птицы, но вот под водой летают. Вот, ну, бескилевые, современные, они не имеют возможности летать, но у некоторых крылья остались, причем очень хорошо развиты, у страусов, у нанду, например, вот, ну, а у эму, казуаров, они очень сильно изменились, ну, а у киви, они почти исчезли, почти редуцировались. Ну, тем не менее, вот все птицы, летающие или не летающие, могут ходить по земле, многие могут лазать по ветвям и живут вот в таком трехмерном пространстве, в лесном или в кустарниковой зоне. У птиц, это четвертая такая позиция, более прогрессивное размножение, яйца насиживают, и выражена забота о потомстве. Ну, у некоторых рептилий тоже есть забота о потомстве, вот, у крокодилов, например, у некоторых змей в первое время, вот, но все-таки такой заботы о потомстве, как у птиц, конечно, нет. Ну, теперь переходим плавно, так, от птиц переходим к зоопаркам. Это учреждения, которые, история которых довольно древняя, но современные зоопарки появились не так давно, в 18 веке фактически. Первый был Венский зоопарк, Шонбрун, вот, и 1700-е, 20-е годы, я, честно говоря, в связи со склерозом забыл, и не напомнил себе посмотреть дату, но он был первый зоопарк настоящего, такого современного типа, вот, который королевская семья открыла для посещения, для публики. Ну, а потом, как грибы, они начали расти и в Европе. У нас в России первый был московский зоопарк, отмечу, что он, вот, в 1864 году, вот, в его основателе были профессора нашего университета. Ну, Рулье он не дожил до открытия зоопарка, но он об этом мечтал, а его ученики Богданов, Усов, они, так сказать, воплотили его мечту в жизнь, и вот в 1864 году появился первый зоопарк, настоящий зоопарк в России, при том, что Москва тогда не была столицей нашей страны, России, тогда был Санкт-Петербург. И вот в столице зоопарк появился позже на один год, так получилось. Ну, и вот на территории той России имперской, значит, возникали, вот здесь у меня, можете посмотреть, в какие года, где они возникали в зоопарке. Ну, я, так сказать, не все, а только некоторые первые определил. Ну, что такое зоопарк? Так вот, функций несколько. Одна из главных функций – природоохранная, то есть зоопарк собирает, старается современный зоопарк собрать в своей коллекции редкие виды животных. Ну, допустим, если нужно выбирать между львом, у которого нет родословной, ну, так условно говоря, цирковым львом или тигром, то выбирают, конечно, какой-то подвид известный, довольно редкий. Ну, вот, например, азиатский лев, известный подвид, он хорошо отличается от других подвидов, и он требует, так сказать, усилий для его восстановления, для того, чтобы в зоопарках создать вот эту искусственную группировку, или, так часто говорят, искусственные популяции. Ну, поэтому эти животные имеют преимущество. Зоопарк один в поле не воин, потому что, ну, вы понимаете, что публика, которая приходит в зоопарк, ей было бы неинтересно, если бы в зоопарке, допустим, держали одних амурских тигров. Вот, большая коллекция, они размножаются, значит, оттуда идет реинтродукция, то есть выпуск природы, ну, или какой-то другой вид. Нет, потому что посетители хотят увидеть, там, пять или столько-то основных животных, в том числе слон, ну, бегемот в этом числе, ну, тигр, там, лев, жираф обязательно нужно иметь и так далее. Поэтому зоопарк – такое учреждение, которое пытается собрать коллекцию со всех материков и показать местному и приезжему населению на многообразие этой коллекции. Поэтому, если он в поле не воин один, то нужно создавать какие-то ассоциации зоопарков, союзы между ними, чтобы можно было легко обмениваться. Вот, допустим, существует какая-то программа по разведению редкого вида, ну, дальневосточного аиста, например. Вот новая программа, мы вчера обсуждали на таком союзе зоопарков и аквариумов России, в прошлом году был создан, и вот сейчас конференция была, и сейчас она еще идет сегодня. Вот там эту программу, программу о рыбном филине, вот о сохранении рыбного филина путем искусственного его разведения, и потом реинтродукции в те места, где он исчезает или уже исчез, вернуть можно из зоопарков. Ну, кстати, таких примеров много, я сейчас вот покажу несколько примеров. Вот эта функция важная. Ну и, конечно, вместе работать лучше, чем по одиночке, поскольку невозможно по одиночке сохранить какой-то вид. Вот. Ну, поэтому вот зоопарки спасают целый ряд видов. Вот внизу тут и гавайская казарка, которая вымерла в природе на гавайских островах, лосянские черки, тоже на гавайских островах, розовый голубь практически исчез, калифорнийский кондор о нем я скажу, позже американский журавль, он был на грани исчезновения, и целый ряд других видов, вот японские, ибисы и прочие. Вот. Ну и главное, все-таки, одна из главных функций зоопарка, конечно, является научное просвещение. Просвещение – это очень важно, потому что в зоопарке идут тысячи и даже миллионы людей. Ну вот, московский зоопарк посещает в год около трех миллионов людей. Много приезжих, приезжих из тех мест, где нет зоопарков или какие-нибудь, они очень слабенькие. Ну вот, и они приезжают и с удовольствием посещают зоопарк, и вот знакомятся с редкими видами в том числе. И если это экскурсия по зоопарку, и читают грамотные экскурсоводы, то они рассказывают о том, какой вклад зоопарки сделали в сохранение того или иного вида. То есть вот научно-просветительная функция очень важна, и она, ну, одна из самых главных, так мы считаем, все зоопарковские сотрудники. Ну, да, велика роль американских зоопарков. Кстати, очень хорошие, одни из лучших зоопарков. Те наши сотрудники, которые бывали в США, особенно вот эти два зоопарка – Лос-Анджелес и Сан-Диего, калифорнийские – вот они одни из самых главных и первых. Там есть институты, которые работают на зоопарке научно-исследовательские, большие программы ведутся, и, в общем, нужно только порадоваться за то, что они делают хорошего. Ну, это пример с калифорнийским кондором, когда здесь у меня написано, что вот оставался в природе, вот видите, 21 кондор. Значит, это было вот в 1982 году, в 1982 году на воле 21 кондор. Еще в 1953 году их было 60, до этого 600, то есть популяция таяла на глазах, и вот остался 21 кондор. И начались такие сражения между представителями зоопарков, которые уже научились на примере других хищных птиц разводить крупных хищников, и, ну, я не знаю, как назвать, зеленых или там иначе, людей, которые говорят, не трогайте, не трогайте последних, не трогайте, руки прочь от кондоров, которые в природе остались. Ну, и очень я рад тому, что победила все-таки группа разумных людей, изъяли всех абсолютно кондоров из природы, поместили их в прекрасные вольеры, вот в эти два зоопарка Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Потом еще подключился один фонд Сапсан, американский тоже. И вот эти три учреждения распределили между собой этих птиц и начали успешно разводить. Ну, вы знаете, что крупные хищные птицы, половая зрелость наступает, ну, от пяти до десяти лет возраст, ну, смотря какие виды. Поэтому это сложно. Обычно выращивают одного птенца, не каждый год. Ну, там то, что они вымирали, это, конечно, нужно сказать, что это сельское хозяйство этому способствовало, яды различные, химикаты, которыми, это инсектициды и другие химикаты, которыми пользуются в сельском хозяйстве, они, так сказать, по цепочкам трофическим, они доходят до крупных хищных птиц, и они просто или гибнут, или они не могут размножаться. Так вот, чуть не утеряли эту замечательную птицу, самую крупную, вот в северном полушарии, в новом свете. Ну, и позже, вот к 2008, извините, году общее количество кондоров уже достигло почти 300 особей. Из них было выпущено в природу половина, 150 примерно выпущено, и столько же осталось, ну, как маточные поголовья, мы говорим, для размножения. Вот, и эта работа идет, вот последние 10 лет все это удвоилось, и сейчас эта работа продолжается. В природе эти птицы, значит, за ними следят, мониторят и подкармливают, то есть биотехнические мероприятия, и эта птица, можно сказать, почти спасена. Хотя еще нельзя говорить о большой численности, что восстановилась численность этих птиц, пока нельзя. Вот другой вид, вот в Южном, Южная Америка, это анды, это, так сказать, отроги анд. Вот второй вид кондоров, тоже очень крупная птица, очень красивая. Вот это андский кондор. Ну, в зоопарке евроазиатской, вот это Яраза, это Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, куда вот на сегодняшний день входит, входит, сейчас скажу, 89 зоопарков из 18 стран. Ну, центр, штаб-квартира в Москве, в московском зоопарке. Вот, то есть началось с России, и потом страны СНГ, Балтия, из Балтии, вот Таллинский зоопарк вошел, и потом, так сказать, целый ряд стран вошли вот в эту ассоциацию и продолжают входить. Вот сейчас Франция просится, но какие-то зоопарки французские, турецкие просится тоже, но пока еще не вошел. Два из, три израильских вошло зоопарка, польские два, в том числе и варшавские вот в прошлом году вошел, и так далее. То есть вот эти зоопарки стараются держать тоже андских кондоров, ну, как-то разводить. В нашем зоопарке было разведение кондоров. В Ленинградском зоопарке, ну, я имею в виду Санкт-Петербург, но зоопарк-то называется до сих пор Ленинградский, вот, он тоже размножал несколько лет этих кондоров, ну, выращивали вручную, потому что птицы отказывались кормить. В Ташкенте, вот этот ташкентский птенец снят в Ташкентском зоопарке. Вот. Ну и что делают сами аргентинцы? Вот в Аргентине была группа наших сотрудников из московского зоопарка несколько лет назад, вот, и они познакомились с этой программой восстановления андского кондора. Сам зоопарк Буэнос-Айреса, значит, занимается выращиванием птенцов. Вот это такая коробка, вот это вот птенец, это муляж головы, ну, самца, вот видите, гребень такой, вот это муляж головы самца, это самки. И вот люди, которые, это вот наша сотрудница зоопарковская, это местный товарищ, показывали, как они этими муляжами, ну, как бы пинцетами кормят этого птенца, который вот думает, что это родители. Но он не видит людей при этом, и когда вырастает, он боится людей, собственно, чего и добивались, и потом его выпускают, ну, кольцуют, или там сейчас еще одевают всякие передатчики, вот, и выпускают, значит, в отроге анд. Ну, и как оказалось по кольцеванию, что эти птицы не сидят на месте, а путешествуют вот так по всем андам, и находили их даже в Перу, то есть тех, которых выпускали в Аргентине, находили там на севере, в Перу. То есть получается, что вот эта вся группировка, ну, она не делится на какие-то географические популяции, а широкий у них обмен особями и генофондом. Следующий пример, он поближе к нам уже, этот американский, а это уже наша Европа. Вот, это замечательная птица, ягнятник или бородач. Вот, он пострадал от суеверий людей европейских, поскольку он обитал в Альпах и около ста лет назад исчез, потому что люди присвоили ему, ну, у нас имя ягнятник, считая, что он действительно ворует ягнят из стад. Ну, а стадо – это святое, а какая-то дикая птица – это плохо, поэтому их просто истребили. Вот, а там, ну, если посмотреть на карте Альпы, то там пять стран имеют кусочки этих Альп. Вот, и в конце 70-х годов началась программа по восстановлению бородача в Альпах. Люди осознали, что они были неправы. Вот, а бородач, кстати, тоже, половая зрелость наступает тоже где-то к 10 годам. То есть такая птичка-то не очень… Она размножается в зоопарках, но не быстро. То есть стратегия у неё такая довольно медленная. Ну, это понятно, почему. Вот, и те зоопарки, которые содержали бородачей, влились в эту программу. Руководил этой программой Инсбрукский зоопарк. Вот, значит, австрийский. Вот, и он, собственно, осуществлял работу по выпуску в природу. Ну, и даже, можно сказать, что московский зоопарк тоже участвовал в этой программе, но в те годы, в конце 70-х, в начале 80-х годов, когда мы передавали два яйца, обычно самка несла, но не больше два яйца, в то время ещё у нас не было известно, не были известны методы искусственной инкубации хищных птиц, но они отличаются от того, что известно о сельскохозяйственных птицах. Там даже по влажности совершенно иные параметры связаны с толщиной скорлупы, с количеством пор. Вот, поэтому мы просто передавали в те годы оба яйца в Австрию, австрийцы эти яйца инкубировали, одного птенца возвращали нам, и одного птенца, один птенец шёл вот на эту программу по реинтродукции. Так что успели мы поучаствовать, ну, пока эта пара у нас не распалась, ведущая. Ну, а пара была очень такая, странно даже, что они размножались, у самца не было многих пальцев на ногах, он ходил такой, такая коллега, но, тем не менее, спаривался нормально, и самочка была замечательная, и вот они неслись и давали фертильные яйца. Вот, а он в своё время из Киргизии, по-моему, его привезли, за объединение тогда такая была фирма у нас, советская, вот, привезли после капканов, то есть он попал в капканы какие-то, на мясо, видимо, среагировал, и вот часть пальцев была ампутирована. Ну, такой интересный был товарищ. Ну, и до сих пор мы никак не можем создать пару, как-то вот не получается, то у нас самка живёт, мы просим-просим самца, значит, самца, наконец, нам дают молодого, к этому времени самка отдаёт концы и так далее. Ну, вот сейчас мы получили две пары молодых, поэтому у нас есть надежда, что мы опять будем заниматься. Но, заканчивая с этой программой, я хочу сказать, что вот ещё несколько лет назад в Австрии, не только в Австрии, там часть Франции, Швейцарии, север Италии, вот эти страны, уже там было более 150 птиц, летающих в природе, и были первые размножения, первое размножение этих птиц в природе уже зафиксировано. То есть, они возвращаются в природу вполне таким путём хорошим, быстрыми темпами, вот несмотря на особенности вот своей биологии. Следующая программа по самому красивому, самому крупному из всех восьми видов орланов, которые водятся на нашей земле, вот это моя точка зрения, вот это дальневосточный, ну, Тихоокеанский, Белоплечь его называют, орлан. Вот, первых орланов совместно с Институтом охраны природы и заповедного дела, тогда так назывался, вот был профессор Флинт, такой замечательный учёный, вот он, так сказать, организовал группу захвата, вот я там участвовал в этой группе захвата, когда мы взяли несколько первых птенцов из природы в низовьях Амура. Первый год, это был 1980 год, мы привезли трёх птенцов по одному из разных гнёзд. Вот, ну, там бывало и два, бывало и три птенца в гнезде, но чаще всего вот один-два. Вот, поэтому, если там больше одного, то мы одного брали, одного не трогали. И через год, значит, во втором году поехали и тоже взяли восемь птиц, получилось, что четыре самца, четыре самки. А в первый раз из трёх было две самки, один самец. Так вот, из этих трёх первых пара осталась в московском зоопарке, а одну самку, самую лучшую, так получилось, я в отпуске был, отдали в Алматинский зоопарк. Я страшно переживал, что вот мою самую любимую, она росла, я люблю, когда едят хорошо птицы, я сам такой, и когда птица большая, хорошо кушает, значит, она всё будет хорошо. И вот её отдали. Но та, которая осталась, скромная такая самочка, она у нас развелась впервые. Вот в возрасте семи лет, значит, получили первые фертильные яйца и первых птенцов вырастили. То есть получилось, что в московском зоопарке впервые в московском зоопарке вот были так официально разведены представители вот этого замечательного вида. Ну, на следующий год алматинцы с моей любимой самкой тоже отличились. И, в общем, они начали размножать очень хорошо. У них результаты были лучше, чем в Москве позже. Но мы только что, вот мы первые. Ну, несколько раз у нас удавалось размножение. В Алма-Ате же это было поставлено на поток просто. Там традиции были, содержание разведения хищных птиц. Вот они шли к Бородихину, он там, так сказать, из своего питомника, он перевел питомник в зоопарк. И сейчас там содержится одновременно около 40 форм дневных и ночных хищников. И очень хорошие результаты по разведению многих видов. Вот. И вот эта группа позже из Московского университета Владимир Борисович мастеров подключился к программе уже зоопарковской программе. Так сказать, оплачивали зоопарки. Вот я раза позже оплачивал и мониторинг, и экспедиции, ему и лодки, и моторные, и все. И ежегодно он мог, имел возможность работать и в Нижнем Амуре, на Нижнем Амуре, вот на разных озерах, Арели, Челя там и другие. И на Северном Сахалине, где тоже была часть вот этой популяции, популяции, которая живет на юге Дальнего Востока. Ну вот здесь есть карта, и вот красным цветом обозначен гнездовой ареал этого вида. То есть он полностью умещается в пределах нашей России. То есть это наш эндемик. Но зимуют часть птиц и в Японии, и в Корее, в Приморском крае тоже зимует. Но гнездовье вот именно там. Но в природе это вид еще не вымирающий, не исчезающий, но тем не менее такая возможность у человека есть, чтобы свести его куда-то в другой мир. Тем более, что вот на севере Сахалина сейчас идут разработки нефтяных и газовых месторождений. Поэтому очень актуально там восстановить какие-то популяции, если восстановятся биотопы вот эти приморские. Ну и на Амуре тоже иногда страдают и от загрязнения воды. Китайские соседи у нас с этим отличаются и отличались раньше периодически. Ну и зависит от паводковой вот этой ситуации разные годы, количество воды разное, и от этого зависит возможность питания этих птиц, поскольку они в основном питаются рыбой. Ну, правда, могут питаться и андаторами, и птицей водоплавающей, чем-то еще падалью питаются и так далее. Вот. Ну, в Южной Америке так если вернуться, чтобы не скучно было, вот такая замечательная птичка гарпия есть у нас в Московском зоопарке, она когда-то жила. У меня детские впечатления в 60-х по-моему годов, может быть, в начале 70-х, я уже точно не помню, но я ее видел в Московском зоопарке, ну и, конечно, сотрудники, которые дольше меня там работают, это они тоже подтверждают, что гарпия была, да, и ее фотографии есть, и в сборниках, так сказать, она отмечена, ну, один экземпляр, одна птица. Вот. Ну, так получается, что это тоже один из самых крупных видов хищных птиц, очень мощный, живет в Центральной Южной Америке, питается древесными млекопитающими и птицами некоторыми, ну, в частности, вот, приматами, амуроведами древесными, ленивцами и, так сказать, некоторыми другими. Вот. Но сама она тоже исчезает во многих местах, поскольку сокращается вот площадь тропических лесов. ленивцами. и еще нужно отметить, что вот латиноамериканские или южноамериканские страны, они создали собственную программу, и у них в питомниках, вот, в ареалах этого вида, гарпия хорошо размножается в питомниках. в Европе иногда размножалось, но все-таки это не ее условия, и европейцы тут ничем, собственно, не помогли. А вот американские зоопарки, южноамериканские, они, конечно, здорово помогли в сохранении этого вида. Ну, филин, много подвидов его, в общем-то, вида оказался очень даже способный к разведению в неволе, как мы говорим, у него преадаптация к адоместикации, вот такое выражение, то есть к одомашниванию, размножается иногда в таких условиях, ну, просто удивительных, но так же, как и некоторые другие совы, вот сипухи, например, может в шкафу размножаться, вот в стеклянном, ну, если, конечно, с кормежкой все будет, я не к тому, что нужно такие условия создавать, но бывали случаи, когда вот так происходило. У нас сипухи размножались вот по последнему, в прошлом году. В ночном мире, представьте себе, ну, если вы были в зоопарке, видели вот эти вольерки ночного мира, где инвертированный день, где ночью, значит, свет яркий, а днем, когда посетители, там приглушенный свет, как бы ночь, и вот ночные животные в это время активны. Ну, и вот витрина, буквально стекло, небольшая вольерка, стоит это гнездо, будочка для размножения, и все, и они там прекрасно размножались, и все было хорошо. Ну, и вот с филином, крупнейшая птица в Европе из ночных хищников, ну, вот ее размножали, поскольку она тоже уменьшилась в количестве, в числе, вот, и ее размножали именно в зоопарках, чтобы выпустить в природу, и не только ее, и еще несколько видов сов, ну, там, неясыти, длиннохвостая неясыть, вот, и такие работы у нас не проводились по филину, ну, с выпуском, но вот на Украине в Одесский зоопарк пробно выпускал несколько лет назад, лет 10 назад примерно, ну, вот, выпускал разведенных в неволе, ну, а у нас московский такой, я любителем не могу назвать, поскольку он орнитолог, профессионал, Мурашов Алексей Михайлович, вот, у него есть питомник реабилитационный, ромашка называется в Тверской области, и вот он собирает всех покалеченных там под машинами от электропередач, но еще живых птиц, и тех, которых возможно вылечить и выпустить, он это делает, а которых невозможно выпустить, он пытается их размножить, чтобы выпустить их потомство, вот, это тоже интересное направление, он написал книгу, вот, такой домик в деревне, что ли, называется, вот, недавно она вышла, вот, я думаю, что, если вы с ним свяжетесь, то вы можете у него и приобрести эту книжку, очень интересная книга, там не только о птицах, но и о рысях, о волках, ну и других животных, о собаках, вот, по дневным хищным птицам существует в настоящее время 10 питомников в России и в соседних странах тоже есть, например, в Алмате, под Алматой, в Казахстане есть такой сумкар, питомник, у нас же вот один из ведущих питомников в Липецкой области, в заповеднике, который принадлежит Воронежскому университету, это Галичья гора, вот там хороший питомник хищных птиц и целый ряд видов они размножают, но это очень красивая была открытка у них, и я не мог удержаться, чтобы ее не использовать, это сам Петр Дудин, это его супруга, вот они оба подвинуты совершенно на разведение хищных птиц и в общем-то этим занимаются и пропагандируют ну вот соколиную охоту и все, что с ней связано, ну это такая русская древняя традиция сокольничества, которое уходит корнями еще там какие-то древние времена, вот это их такие птицы интересные, это балобанный, даже белый, там, но он с примесью, конечно, кричетиной крови, вот, то есть выводят как кур черных, пожалуйста, белых, пожалуйста, каких угодно, каких угодно окрасов, ну и там вот то, что не попало, почему-то часть экрана только попадает, там сидят слетки сапсана и копчика, ну а вот это вот ящик, это революционный, ну как бы слово ящик влезло и все, но революционный бокс, но бокс лучше, да, по-английски, вот, для выпуска в природу вот хищных птиц подросших птенцов, ну вот они балобанов выпускают в природу, это у них очень хорошо получается, ну, это тоже интересный случай, это искусственное семенение, у хищных птиц это сейчас легко используется, вот гибрид между ястребом и конюком обыкновенным, вот, или сырычем, вот такая вот прелестная птица, ну, о ее судьбе мне рассказывали чешские коллеги, что, в общем-то, она ловец никакой, поэтому ястреб гораздо лучше, но сам факт, что вот такое получилось, вот, ну, иногда получается, причем получаются такие гибриды удивительные, вот сапсана с пустельгой, например, это тоже у меня была эта фотография, потом куда-то делась, вот, и улетела эта птица, гибридная, но она не размножается в природе, поэтому вот так улетела и улетела, пропала. Дикуша, своеобразная птица из тетеревиных, семейства тетеревиных птиц, но вот ареал ее тоже Дальний Восток, но вот юг Якутии, север Преамурья, вот эти места, но ареал тает на глазах, поскольку лес используется людьми, это чисто лесная птица таежная, вот, и ареал тает, он фрагментируется, ну, часто сравнивают, вот если на стол налить немножко воды, такая лужица получается, потом он начинает высыхать, из одной общей лужи получается несколько таких фрагментов, да, и потом каждая эта лужица высыхает, и, так сказать, вид исчезает. Ну, вот новосибирские коллеги, это Владимир Александрович Шила, и вот, где, ай, она не попала, жалко, симпатичная женщина очень, Светлана Климова, Николаевна, Климова и его помощница Володина, вот они в Карасуке, там стационар от Института систематики животных и растений сибирского отделения Российской Академии наук и Новосибирского зоопарка. Один стационар, вот на два учреждения. Все поголовье принадлежит Новосибирскому зоопарку, а вот научные сотрудники и оборудование институту. И получилось очень здорово. Дикуша, которая, в принципе, в неволе не жила до того, как они ее не начали содержать. То есть, я просто помню, что ценил глав охоты у нас был в советское время. Там работали грамотные сотрудники, Олег Семенович Габузов, Щедилов и многие другие, которые неоднократно завозили Дикушу в Подмосковье на свою биостанцию. и там один был чемпион, который прожил 40 или 41 день в неволе. Это был чемпион, потому что все погибали на более ранних этапах. Вот такой вид. Но вид, который в природе живет в стерильных условиях. И посадили его в такие же условия, как для фазанов или для серых куропаток, которым все хорошо. У них иммунная система прекрасно работает. А у этих птиц иммунной системы, к сожалению, не работает в полной мере. Но новосибирцы пошли по другому пути. Они построили небольшие вольерки, 3 на 2 метра и 2 высотой. И там держали самца и 2-3 самочек. Сами самочки садились на гнезда. В годовалом возрасте они уже были половозрелыми, начинали размножаться. и вот это размножение прямо под родителями без применения инкубатора. Это было очень здорово. И они получили больше 15 генераций. Я уже сбил со счета, потому что очень много генераций получили. Конечно, там уже высокий процент имбридинга. А получить из природы сейчас очень сложно. они пытались, но Росприроднадзор не дал им разрешения на отлов нескольких экземпляров для того, чтобы улучшить генетический состав этой маленькой популяции. Ну и у них такая программа институтская по поводу того, чтобы создать здесь такую резервную группировку или популяцию в природе. То есть выпускает они ежегодно с 2006 года они начали выпускать подросших молодых. Потом была другая методика. Они самочку выпускали с пуховиками. Причем так делали, что они не разбегались в разные стороны, а такой семьей и оставались. И самочка их уводила и пестовала. И в природе там тоже мониторят, наблюдают за ними. И в общем птицы зимуют, находятся там какая-то часть птиц и вроде бы даже начинает размножаться. Ну сложно с ними, птичка сложная. Но то, что они замахнулись на этот вид, это конечно потрясающе. Дровы. Вот три вида дров, которые водятся у нас как в Палиарктике на севере Евразии. Еще один есть в Аравии, но это недоступно нам и не касается. В общем, может быть, даже не так интересен. А вот наша обыкновенная дрофа, вот такующий самец здесь показан. и стрепет малая дрофа и джек. Эти виды очень интересны для нас. и вот такая работа проводилась и есть программа Яразовская, которая с пятого года ведется. Очень сложный вид для разведения в неволе. И размножался он буквально в штучных зоопарках вот в Германии. Ну, вот у нас в Москве размножался, Новосибирске размножился, на Украине под Харьковом там была такая экофирма. Еще был владелец этой фирмы Свинарев такой жив, но умер потом. То есть кое-где размножался, но все это так спорадично и непостоянно было. Ну, вот англичане тоже не имея дров в своей стране уже 170 лет истребили просто своих дров. Но у них кабачки были названы ну бастард дрофа, и кабачок вот грейт бастард назывался, то есть большая дрофа. Кабачки остались, дров не осталось. И вот энтузиасты вот во главе с вот вот он здесь вот виден частично, вот они решили восстановить. Значит, отдали им военный большой полигон, стрельбище бывшее, он огороженный, но, к сожалению, там много лисиц. И вот они с четвертого года по двенадцатый год работали совместно вот с институтом проблемы экологии и эволюции, у этого института, который находится в Москве, у него в Саратовской области был, ну и сейчас вроде бы числится пункт такой, биостанция, где дрофу содержали многие годы, изымая яйца из-под трактора, когда дрофы гнездятся на полях, а гнездиться им просто больше негде, теперь вот на полях гнездятся, и из-под техники значит собирали эти яйца, договаривались с сельскохозяйственными работниками, когда они видят кладку, они звонят, значит, научные сотрудники приезжают, Хрустов там руководил этим делом очень успешно, ну и вот таких вот дров, которые бы все равно не жили, их передавали англичанам, и англичане пытались у себя создать популяцию, ну и какие-то успешные, несмотря на лисиц, которые очень много молодых дров съели там после выпуска, но все-таки дров начали размножаться у них в природе это зафиксировано, но численность еще не достигла нормального уровня, тогда как новый губернатор Саратовской области наложил вето на все, чем он владеет, в том числе и на дров, и перестал давать разрешение не только для англичан, почему-то обиделся на них, но и для наших зоопарков тоже заодно, поэтому и мы с тех пор тоже не можем новых птиц получить, живут у нас те, которые до этого еще успели получить, ну и теперь англичане получают дров у испанцев, где самая крупная популяция, около 25 тысяч, у нас только в Саратовской области остались гнездования дров, но сколько их там, к сожалению, орнитологи подсчитать не могут, там опарины работают, еще кто-то, вот, но они как договориться не могут между собой, то толком посчитать, сколько же все-таки дров на этой территории размножается и сколько там живет, не могут, а 10 тысяч, может быть, 5, может быть, 2, может быть, еще меньше, вот, только кричат, что их мало и тоже не дают разрешения на то, чтобы несколько экземпляров взять для размножения, ну, такая ситуация. Вот это другие виды дров, в том числе кори, но это стрепет наш и африканские дров, которые размножаются в зоопарках и их опыт можно было бы применить вот и у нас. Вот, у нас было разрешение тоже в 5-м, по-моему, году, в 6-м, мы ездили в Астраханскую область, там две кладки удалось собрать и там же начали у нас в инкубаторе вылупляться птенцы и вот это на ранних стадиях, это я в этих ящиках мы везли в поезде их и потом у нас в питомнике вот они выросли 5 птичек, ну, осталось к настоящему времени уже больше 10 лет прошло, вот 2 осталось, пара только, но не размножались у нас. С Джеком иная ситуация, там французы, испанцы научились их размножать искусственным путем, ну, вот здесь показано, вот, импринтированный на человек самец, а это муляж самки, вот самцы такие замечательные, красавцы, вот, он пытается с муляжом спариться, вот время забирают у него сперму и потом вводят вот самки в половые пути и таким только образом получают птенцов. От одной пары получают, от одной самки в год в среднем 7 птенцов вырастает, вот, и количество их очень большое, вот такие вот огромные ангары, вот, жарище там, пекло просто страшное, вот, и это Эмираты, да еще и влажность большая, и вот такие ангары огромные состоят из небольших клеток, раньше 3 на 3 метра были, потом они уменьшили размеры, не повлияло на размножение 2 на 2 метра и высотой примерно 2, и в каждой держат одну птицу, все птицы импринтированы на людей, причем люди постоянные, если сменяются, как тот заболел и приходит вместо него подменщик, ну, бывали такие случаи, вот этот вот руководитель, это француз Оливье Камбро, вот, он рассказывал, что птицы начинают биться, беситься, как будто бы вот, просто вот до этого не видели человека, приходит новый человек, вот, и получается так, что, чтобы получать какой-то материал от них и размножать, нужно обязательно поддерживать вот этот импринтинг, он очень быстро тает, у нас, вот, к сожалению, стрепетята, вот, которых мы привезли из Астраханской области, вот, они сначала были очень ручными, поскольку выращивали их люди, они первое время ели из рук, потом уже ели пищу, вот, и потом, когда они выросли, вот, те люди, которые работают в зоопитомнике, это здесь, под Волоколанскому, наш зоопитомник московского зоопарка, они приходили утром кормить, и там вечером включать свет во внутреннем помещении, все, одичали моментально, начали прятаться вот в высокую траву, и на этом все кончилось, все попытки к размножению, птица стала дикая, как будто только что отловленная, не то, что мы ее вылупили, из яиц нет, но у нас была конференция, в 12-м году провели конференцию с приглашением, была французская женщина, орнитолог, которая имеет целый питомник стрепетов во Франции, она поддерживает одну из двух имеющихся популяций стрепетов, одна вполне нормальная, в хорошем таком состоянии, сама себя поддерживает, а вторая тает на глазах, вот та, которая тает, туда, она ежегодно десятки выращенных в этом питомнике птенцов выпускает, но когда мы с ней общались, мы спрашивали, как же вам это удается, как вы с птицами, ну это очень просто, просто я как каждый подхожу, даю там из руки что-нибудь проглотить, кстати, точно так же работают в Карасухском стационаре со всеми тетеревинами птицами, там не только вот эта дикуша, но там и тетерева, и глухари, и рябчики двух видов, в том числе, кроме нашего еще и воротничковой американский, вот, тоже так же, на ночь всем дают вот такую вот творожную колбаску, ну там много всего подмешано хорошего, минералка и витамины, и все, и вот дают персонально, все ждут, и все берут, заглатывают, и контакт постоянный поддерживается, вот тогда птица спокойная, тогда она в человеке не видит врага, она прекрасно в его присутствии размножается, но у нас, видите, как не все так гладко, ну, многие гусеобразные исчезают, вот 36 видов, находятся под угрозой глобального исчезновения, спрятались, жалко, вот, но, тем не менее, вот там какие-то виды я перечислил, из наших птиц, ну, сухонос, на грани исчезновения, на территории России, вот, Преамурье, вот эти места, где он раньше был распространен, он и на Сахалине был, и даже на Камчатке когда-то водился, но потом реал резко сократился, вот только Преамурье, вот, и остался в небольшом количестве, вот, ну, по разведению в неволе с ним нет проблем больших, и московский зоопарк хорошо размножает, сухоносов, полученных из природы, вот из Монголии, и Николай Паярков привозил дважды самура сухоносов, и вот эта кровь была, кровь добавлена, вот, нашу популяцию, поэтому очень хорошо получилось, и вот этот сухонос начал заменять в Европе и в наших зоопарках тех гусей, которых называли до этого сухоносами, а эти, которых называли, это были, ну, полудомашние гуси с таким выростом, вот, ну, знаете, китайского гуся с таким большим выростом на клюве, вот, а те были, этот вырост поменьше был, но был, все равно, это еще кудрявца, Станислав, он боролся с этим делом, какие-то гибридизации, какую-то делал, селекцию, но когда уж привезли чистокровных, тогда тех просто убрали и заменили вот этот гусь. Потом Савка, так, ну, это крохлит вообще, вот тут там была Савка, к сожалению, не попала она, это белоголовая или обыкновенная Савка, она водится у нас в степных водоемах, очень интересный вид уток, отличается от других, много биологических таких свойств, характерных только для нее, ну, вот, видимо, к древней какой-то группе относятся. В Европе она пропадает, исчезает, почему? Потому что завезли американскую Савку, которая получила свободу, но вылетела из зоопарков или каким-то образом получила свободу и начала скрещиваться с обыкновенной, легко скрещиваться. Вот, и поэтому там вот это генетическое загрязнение, ну, биологическое загрязнение вида. Вот, очень интересный, конечно, вид, это чшуйчатый крохоль, вот, живет вот в этих местах, тоже не влезла карта, водится тоже на юге Дальнего Востока, в Хабаровском крае в Приморье, по речкам, по таким вот, типу Бикина и другим, где дублистые деревья, но вид очень интересный, своеобразный, разводят его в неволе довольно легко в Германии, вот, в Голландии, ну, в зоопарках европейских, у нас он пока не содержится, ну, такой пример. Ну, и потрясающая по своему, по своим результатам работа принадлежит Николаю Николаевичу Герасимову, это камчатский орнитолог, который около 20 лет своей жизни, жизни своей жены и детей потратил на вот, ну, потратил, это неправильно сказано, вот, эти годы он пытался восстановить угасшую около 70 лет назад популяцию этого вида, который обитал на северных курилах. Это, ну, вид или подвид, скорее, подвид канадской казарки, там, сейчас выделяют в другой вид малая с малыми казарками вместе, вот, у нее характерный вот этот ошейничек, маленький гусек, такой морской, как вот у нас белощекая казарка примерно, или черная, такого примерно размера, ну, в отличие от тех канадских казарок, которые водятся там на материке в Америке, вот, и вот он под Петропавловском, вот здесь создал питомник на территории аэропорта, ему там сдали территорию, в общем, в самое тяжелое время для нашей страны, это 90-е годы, когда нет ни денег, ничего, вот, он там каянчил у всех, но американцы немножко помогали, чуть-чуть помогут, перестанут, японцы, которые заинтересованы в этой популяции, потому что у них есть японское название этого гуся, гусь зимовал в японских островах, они его хорошо знали, потому что он исчез 70 лет назад, и вот такая история, и он, да, он рассказывал, Николай, что когда он был в Японии, ну, его хорошо принимали, он, так сказать, немножко там принял, и когда в зоопарку водили, ему показали эту казарку, японцы сказали, вот, у нас ее название есть, но, к сожалению, вот ее теперь у нас на фауне нет, она водилась у вас, на Курилах, теперь вот, значит, такая вот, и Коля сказал, нет проблем, мы ее разведем и восстановим популяцию, но вот он человек слова, это совершенно точно, вот, кто его знает, вот, он сказал, он сделал, через огромные трудности и перипетии, если кому-то интересно, почитайте его книгу «20 лет с гусями» называется, и в интернете вы ее найдете, вот, 20 лет с гусями, с дикими гусями, по-моему, да, 20 лет с дикими гусями, два автора, Герасимов и Герасимова, его жена, ну, вот, замечательная книжка, ну, и оказалось, что, вот, за эти, там, 18 лет, на самом деле, было, ну, неважно, пришли новые люди, которые владели этим аэропортом, стали владеть аэропортом, заломили такую сумму за аренду, вот, этой площади, что Николай сложил все полномочия, все прекратил, передал нам маточное поголовье, в московский зоопарк, в якутский зоопарк, в некоторые, и вот у нас сейчас это, его казарки-то размножаются, и в зоопитомнике, и у нас здесь, в Москве тоже их можно увидеть, вот, вот, и за эти годы, он, вертолетное время, очень дорогое, ну, уж я не буду это все рассказывать, но действительно, через тернии он прошел, чтобы завозить молодняк, который уже начинает летать, вот, на острова, где нет ни людей, ни пушных, хищных млекопитающих, которых когда-то распространили, покурил им, собственно, из-за них они, птиточки-то исчезли, но вот он нашел острова, где их нет, и вполне хорошие условия, и птицы, ну, как говорят, зацепились за природу, и вот в этом году, не в этом, а в конце прошлого, его сын Юрий, тоже орнитолог, известный очень, камчатский орнитолог, он мне сказал, что в Японии насчитали 7 тысяч, представляете, вот еще 2-3 года назад мы говорили о цифрах полторы тысячи особей, это уже оказалось огромное, они и до Кореи долетают, в Южной Корее, вот, часть зимует, и в акватории, в акватории курил, но вот много там, сейчас 7 тысяч, то есть японцы все это держат на прицеле, считают, и так далее, то есть это успешнейшая программа из всех, которые вот только были, ну, дальше, это вот я о наших видах говорил, он теперь вот о некоторых экзотах, киви, там, 3 или 5 видов, их там по-разному считают, живут, наверное, в Новой Зеландии, там, подвиды, виды, не очень понятно, вот, бурый, один из видов, а вот эти птички сняты в берлинском зоопарке, в Берлине есть два зоопарка, есть зоопарк, которому много очень лет, и есть тирпарк, то есть парк зверей, он находится вот в восточной части Берлина, то есть в социалистической, когда-то, стране он был, вот, и вот эти кивы содержатся, как раз, в зоопарке, для них созданы специальные условия, такие, ну, вольер, где вы их почти никогда не увидите, если только ночное слежение будет, вот, ночью, при инфракрасных, при инфракрасных освещении, инфракрасном, значит, можно будет их поснимать, что они выходят, а так они в таких бункерах, специально для них сделанных, деревянных, вот они там бегают, норная птица, вот, в каких-то будочках, таких собачьих, вот, залезает, и, чтобы их увидеть, значит, ну, я там приезжал, и мне местные сотрудники показывали, вынимали их оттуда, вот, демонстрировали, показывали яйцо, скорлупу, из которого вылупился птенец, вот, то есть, они их размножают, но посетители их не видят, фактически, но если, если только, вот не сделать такую через компьютерную систему, тогда, наверное, можно их увидеть, интересная птица, ну, еще, журавлеобразные, ну, журавли я сейчас покажу, вот, кагу, это отдельное семейство, один вид там, ну, на типичинское семейство, вот, новая каледония, находится в Тихом океане, ну, от Австралии на каком-то расстоянии, вот, только там водится вот эта интересная птица, не летающая, с хохлами, с такими позами, удивительными, вымирающая, фактически, ну, вот, с ней тоже ведется работа, по ее сохранению, и в зоопарках, в хороших зоопарках, Европа ее содержит, у нас пока нет, вот это солнечная цапля, которая, хотя называется цаплей, но относится все-таки к отряду журавлеобразных, тоже отдельное семейство, ну, водится она, у нее ареал побольше, это Южная Америка, вот, и тоже птица небольшая, в зоомузее, кстати, есть чучело, ее можно полюбоваться, ну, очень интересная птица, но тоже в хороших зоопарках, тоже ее разводят, ну, и вот, собственно, журавли, семейство журавлиных, вот, их там до 15 видов, некоторые 14, некоторые 15, говорят, семь из них, ну, половина, так скажем, у нас в России водится, ну, пять, как бы, входят в число охраняемых видов, особенно редкие, это три вида, вот, это японский журавль, это, где он, а он, вот у меня он есть, не попал, даурский журавль, вот, ну, наверное, увидите, вот, и стерх, конечно, численность их не превышает, как каждого вида, ну, примерно, трех тысяч особей, вот, у японского меньше, то есть стерха побольше, чем японского в природе, вот, но японский оказался, как тоже я говорил, приадаптирован к доместикации, он начал размножаться, очень лихо и очень быстро, в зоопарках, в питомниках, в том числе, в Окском заповеднике, вот, мы когда-то в 81-м году привезли птенца, единственной самки, которая жила в Окском заповеднике в то время, мы ездили с Флинтом, там целая группа орнитологов, в ней природа была, вот, и мы, вот там, где сейчас Кинганский заповедник, село Антоновка, вот, нашли пару журавлей, которая выводила птенцов, своих, вот, пуховичков, удалось, значит, всей этой компанией поймать этих птенцов, но нам нужен был самец, потому что в Окском была сламка, и вот мы, глядя на этих птенцов, которые пуховики еще были, но другим методом мы тогда не обладали, в 81-й год, посмотрели на них, и так получилось, что мы определили одного как самца, другого как самку, якобы самку мы оставили с родителями, а якобы самца забрали, ну, и так оно и оказалось, его назвали Антоном, и он в двухлетнем возрасте начал размножаться, и это вот получили первых птенцов оттуда, ну, и московский зоопарк владел самкой еще до этого, в 70-х годах, одиночная, самка была, которая хорошо относилась к людям, можно сказать, импрентирована была на человека, и ее передали в фонд журавлиной в Америку, вот там Жорж Арчибальд забрал ее, и искусственным осеменением, поскольку она самцов не допускала, ну, так сказать, ее использовали для искусственного осеменения, и от нее в год получили не два яйца, как все журавли нормальные дают, а 16 птенцов в год, в один, то есть она была чемпионкой, такая производитель, мощный, но, правда, там 2-3 года, и потом поуменьшили количество, потому что она, так сказать, представляла свой генофонд в популяции очень активно, но и поэтому его немножко преуменьшили, вот такая замечательная журка была у нас, ну, вот, Селени Деры, вот здесь за стеной есть чучело, ну, другого вида, но очень близкого, маленький такой туканчик, отряд дятлообразный, семейство туканов, живут только в Новом Свете, вот, в Центральной Южной Америке, но вот здесь, видите, птенец на руке, это говорит о том, что вот в европейских зоопарках размножают его, разные виды голубей, ну, вот, таких веероносных, венценосных, веероносных голубей, Гоура, род такой, который водится в Новой Гвинеи и в соседних островах, самый крупный из голубей современных, вот, его разводят, ну, и многие другие, ну, вот, например, куриные голуби, там, кровавые груды и так далее, и так далее, то же самое с попугаями, есть целый ряд видов редких попугаев, ну, я это сам пользуюсь моментом, ну, пропагандирую, конечно, свою книжку, вот такая вот попугаи, здесь есть глава, посвященная редким видам попугаев, здесь описаны виды утраченные и те, за которых сейчас борются, ну, в частности, вот, в этом зоомузее есть такое чучело калифорнийского, каролинского, извините, попугая, который обитал вот в Северной Америке, вот, в тех местах, где больше попугаев никаких не обитало, сейчас, правда, много там обитает попугаев, но других видов, там, которые были выпущены человеком, такие интродуценты, ну, вот, под Москвой есть такой парк птиц, называется Воробьи, если кто-то не бывал, очень даже советую его посетить, потому что коллекция попугаев там самая крупная, вот, около 80 видов они передержали, и вот до 50 видов у них размножалось, я тут такую табличку, не знаю, видно, видна, не видна, какие виды у них размножались, в какие годы, вот, из последних лет, вот, такая табличка была сделана вместе с ними, это Белявские, Александр Красарович и Татьяна Романовна, вот, муж и жена, вот, они владеют этим зоопарком, кстати, они вчера мне звонили и говорили, что если есть человек, который увлекается птицами, особенно певчими птицами, очень нужно, как работник у них там, вот, один, и второй, который увлекается домашними овцами, козами, там они хотят большую коллекцию овец и коз сделать, там у них страусиная ферма есть, там, много они сделали, вот, и показать аборигенные породы этих животных, ну, а из певчих птиц российских хотят показать, как они поются, держатся и так далее, так что, если у вас есть такое желание, то ко мне подойдите, я вам посоветую, как к ним обратиться, у меня есть телефоны, вот, это вот у них снято, это к содержанию, я немножко о содержании вот экзотических птиц, в том числе вот декоративных и певчих, а, значит, содержат они, значит, зимнее помещение для экзотических птиц обязательно, потому что зиму нашу они не переносят, вот, но все попугаи и многие другие птицы, вот носороги, например, разных видов, туканы и так далее, турака, вот, поэтому зимнее помещение и соседствуют с такими вот вольерами уличными, есть окошечко, которое можно закрыть, можно открыть, ну, не влезло, но вот здесь показано изнутри, вот это окошечко открыто, они могут выйти на улицу и в холода, вот это снято ранней весной, видите, снег лежит везде, какодушки разных видов, выходят погреться на солнышке, там минус 5, ну, если ниже температуру, обычно не выпускают, вот минус 5 уже выпускают, многие виды, прекрасно размножаются, и они на это очень хорошо реагируют, раньше, я просто помню еще те времена, махровые 80-х годов, когда вот попугайник в одном месте, уличные вольеры в другом, всех птиц отлавливают, тащат в это, выпускают, у них, естественно, стресс транспортный такой, потом осенью они только-только за лето приходят в себя, некоторые даже пытаются что-то построить, гнездо какое-то, но осенью хватает, переносят зимнее помещение, попугайник, вот такая история была раньше, но теперь вот другой метод содержания, и он очень оправдывает, и я знаю, что и под Москвой любители, у которых есть возможность, небольшие участки, и вот такой метод используют для их содержания и очень даже успешно, разных птиц, не только попугаев, воробьиных птиц, многие виды тропических птиц, ну, а это искусственное выращивание, интересный момент в том, что попугаи, конечно, тем более, находясь в зоопарке, они находятся под постоянным давлением со стороны посетителей, посетители разные, да, люди разные, приходят, некоторые вот фотографируют, им говорят, вспышку нельзя, они все равно со вспышкой лезут, там кто-то палкой, вот, поэтому даже снеся кладку, иногда попугаи начинают ее съедать, разбивают, пугаются, и поэтому вот такая история, что в этом питомнике практически все яйца забираются, ну, этим инициируется следующая кладка, повторная, вот, и повторные яйца иногда оставляют, иногда тоже забирают и выращивают все это вместе, ну, сначала ходила такая опасность, что ли, что они будут импринтированы на человека и перестанут общаться с другими своими сородичами, что мы наблюдали в одиночном, когда одиночного попугайчика воспитываешь, так оно и есть, вот, он тебя любит, а больше никого, и это сплошь и рядом, вот, но когда воспитывают в группах, даже разновидовых, то очень быстро они переключаются как-то друг на друга, перестают доверять человеку, и потом составляют пары, и дальше размножаются, то есть этот питомник показал, что в принципе дальше выход есть, это не тупиковая ситуация, когда вот попугаи вырастили, и он дальше, он не может размножаться, или только искусственное семенение должно быть, вот, но поэтому вот этот метод у них применяется, ну и еще к тому, что когда выращиваешь все-таки попугаи искусственным путем, он спокойнее относится к человеку, и все, что вокруг себя, включая человека, он видит другими глазами, нежели вот дикая птица, спокойно относится ко всему, и обращает внимание на партнеров половых, и, так сказать, размножается нормально, это не только к попугаям относится, это относится ко многим птицам, ну вот к хищным, например, то же самое, если берем птенцов из гнезда и выращиваем их, и они становятся не то, что ручными, но, пусть в группе растут, но они не боятся человека, и перестают вот его пугаться, стрессировать и так далее, и при этом процент, так сказать, доли размножающихся выше у тех, которых вот птенцами были отловлены, нежели отловлены взрослыми, поэтому вот таких птенчиков получают довольно много, кстати, любители сейчас есть тоже очень высокого уровня, это тоже любители, они, вообще-то, физики, математики когда-то были, но вот больше 30 лет у себя дома держали, а потом появилась возможность материальная, они вот приобрели участок земли на границе Московской и Калужской областей, это 75 километров от МКАДа, поселок Воробьи называется, если будете посещать, то вот имейте ввиду, и вот там они все это дело развили, это их, так сказать, любительское дело, которое большого дохода им не приносит, но приносит удовлетворение моральное, вот, ну и в заключении я наглым образом еще одну книжку свою порекомендую, ребят, ну, не пожалеете, если посмотрите, вот, книга, которая называется «Декоративные и певчие птицы», уделите внимание, сегодня этому не смог большого, вот, но здесь, сейчас у меня есть это самое, но это почему значит лучше изъять, да, да, это вот коллектив, раз в два года в Воробьях собирается конференция людей из разных зоопарков нашей страны, из зарубежных приезжают, вот, чехи приезжали, немцы, поляки приезжали туда, вот, в прошлом году, в сентябре была, вот, пятая конференция, вышел сборник, пока он такой малодоступный, но он вышел, может быть, мы его выложим в Яразовском сайте, очень интересные статьи в этом сборнике, вот, много людей, которые, так сказать, в этом ключе работают, чисто птичья конференция, орнитологическая по разведению птиц, вот, это я благодарю за внимание, но я вот уже некоторым товарищам говорил, что вот эти книжки можно найти в электронном виде, бесплатно, вот, вот, скачать с этого вот сайта остапенко.me, вот, м-е, и на сайте Яраза, Яраза.ру, там много сборников, и орнитологических, в том числе, по дрофам сборники, по журавлям, есть переводная книга американская, по разведению журавлей, если кого-то интересует, по хищным птицам 26 сборников целиком выложенных в интернете, там, вот, так что, вот, пожалуйста, можете почитать, на моем сайте подвешены не только вот эти вот декоративные птицы, но еще и водоплавающие птицы, мы с профессором Бессарабовым совместно написали, он умер, к сожалению, три года назад, но мы, так сказать, издали с ним книжку, там половина книги посвящена болезням водоплавающих птиц, вот, это вот, декоративный, по Бескилевым у нас книжка есть, там второе издание уже, то есть она улучшенная, чем была первая, там некоторые ошибки были, вот, я просто вам покажу оглавление, посмотрите, о чем книга, вот, если вы любите вот книжные варианты, то советую обратиться на сайт этого издательства, называется издательство зо вет книга, вот, такой сайт есть, и там они тоже продают их просто в книжном варианте, ну, в конце книги, в конце книги очень много фотографий, ну, и в самой книге, она иллюстрирована очень неплохо, мои друзья, которые снимали, которые мне разрешали пользоваться с их фотографиями, Игорь Денисов из Риги, Коткин из Великого Новгорода и другие, вот, ну, и в конце там целая куча вот фотографий с подписями, кто есть, кто, довольно много материала по певчим птицам и так далее, вот, ну, и список литературы, которые рекомендуются для любителей по содержанию птиц, там тоже есть. Спасибо за внимание, извините, что я, по-моему, нет, не, не перебрал.